Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим машинно-аппаратурную схему линии производства печатных пряников. Пряники – это мучные кондитерские изделия, глазированные сахарной помадой, преимущественно круглые, с выпуклой верхней поверхностью, содержащие большую долю сахара и различные вкусовые добавки. Пряники бывают сердцовые и заварные. К пряникам относятся и коврижки, которые также глазируют сахарной помадой. Они представляют собой полуфабрикат из пряничного теста, прослоенный начинкой или вареньем. Коврижки имеют плоскую прямоугольную форму с рисунком на верхней поверхности. Производство пряников состоит из следующих основных операций. Подготовка муки к производству, приготовление сахарно-паточного и тиражного сиропов, солевого раствора, плавление жира, замес теста, формование, выпечка, тиражение, охлаждение пряников и их упаковывание. Механизированная поточная линия производства пряников включает в себя рецептурно-смесительные комплексы для приготовления сиропов и теста, формующую машину, печь, тиражный барабан, охладитель и фасовочный автомат. Мука из бункеров 7, нори и 6 подается в просеиватель 5, а затем в промежуточный бункер 4, из которого порция муки отмеривается автомукомером 3. В сборник 10 с паровой рубашкой из просеивателя 16 подают сахар-песок, патоку из цистерны 14 сливают в емкость 13 и перекачивают насосом 12 в сборник дозатор 11. Маргарин, мед, растительное масло, другие компоненты из сборников дозаторов 9. Смесь в сборнике 10 при постоянном перемешивании нагревается до температуры 50-55 градусов Цельсия. Сахаристые вещества полностью растворяются. Сироп фильтруется и насосом 8 перекачивается в сборник дозатор 25. В сборнике дозаторы 26 поступают солевой раствор и другие компоненты, предусмотренные рецептурой. Мука и жидкие компоненты дозируются в тестомесильную машину 2. После замеса тесто выгружается в емкость 1, установленную на цепном конвейере. Последний поднимает ее над бункером 28. Вагонетка опрокидывается и содержимое емкости высыпается в бункер 28. Пустая вагонетка возвращается в исходное положение к тестомесильной машине. Под бункером 28 расположена волковая формующая машина 29, которая отсаживает тестовые заготовки на плиты 30, шарнирно закрепленные на конвейере, проходящем через туннельную печь 31. Перед отсадкой плиты смазывают щеточным механизмом 27. На выходе из печи плиты автоматическим перегружателем 34 поворачиваются таким образом, что пряники остаются на плитах сверху и вновь возвращаются вместе с нижней ветвью конвейера в пекарную камеру, где окончательно выпекаются. С нижней ветви конвейера печи пряники выгружаются на поперечный конвейер 32, охлаждаются на конвейере 33 с температурой 103-105 градусов Цельсия до температуры 45-50 градусов Цельсия и подаются в тиражный барабан 24, в который поступает сахарный сироп. Последний готовят в смесителе 18, куда загружают просеянный сахарный песок из просеивателя 16 и воду из сборника 17. Сироп уваривают до необходимой концентрации сухих веществ. Насосом 20 перекачивают в сборник 23, оттуда насосом 22 он дозируется внутрь вращающегося тиражного барабана 24. Пряники покрывают сиропом и выгружают на конвейер 21 для сушки. Пар отсасывается через зонд 19. Подсушенные пряники окончательно охлаждаются на люльках в многоярусном холодильном шкафу 15, а затем поступают на фасование в машину 38 или на весы 35. Пряники в пакетах 37 и пряники россыпью упаковывают в картонные ящики 36. Производительность линии 15-18 тонн в сутки. Пряники сырцовые. Пластичное тесто для сырцовых пряников готовят так же, как и для сахарного печенья. То есть из эмульсии и муки в машинах непрерывного действия. А на небольших предприятиях вместительных машинах периодического действия, в которые загружают все сырье без химических разрыхлителей и муки. После получения от народной эмульсии добавляют раствор химических разрыхлителей и муку и замешивают тесто в течение 12 минут при температуре не выше 22-25 градусов Цельсия. Пряники формуют из пряничного теста на отсадочной машине ФПЛ-1. В этой машине тесто циклически выдавливается в виде жгутов, которые струной разрезаются на заготовки. Последние ровными рядами ложатся на ленту или металлический лист. Трафарет. На ленте или трафарете они выпекаются подобно печенью. С целью предотвращения высыхания пряников при хранении их поверхность поливают сахарным сиропом концентрации 70% при температуре 85-90 градусов Цельсия. Эта операция называется глазированием. Ее проводят в течение 30-40 секунд в непрерывно вращающемся слегка наклоненном барабане, внутренняя поверхность которого имеет форму спирали. Эту операцию можно проводить и в дрожжевочных барабанах. После глазирования пряники сушат либо в цехе, либо в сушилках. Заварные пряники. Чтобы получить пластичное тесто, муку заваривают горячим с температурой более 65 градусов Цельсия, с сахаромедовым, с сахаропаточно-медовым сиропом, который готовят согласно рецептуре. Затем сироп температуры не ниже 65 градусов Цельсия вливают в мессильную машину и при вращающихся лопастях добавляют муку. Тесто перемешивают в течение 10-15 минут. Затем в рубашку мессильной машины подают холодную воду и, продолжая перемешивать тесто, охлаждают его до температуры 25 градусов Цельсия. К охлажденному тесту добавляют все остальное сырье по рецептуре и вновь перемешивают до получения однородной консистенции. Формуют, выпекают, глазируют и сушат пряники так же, как и сердцовые. Глазируют пряники в тиражных аппаратах, как периодического, так и непрерывного действия. Тиражный аппарат ТКЛА периодического действия состоит из котла, станины и привода. Котел 1 представляет собой цилиндр со сферическими днищами и луженой внутренней полостью. На цилиндрической части котла расположено загрузочное отверстие с откидной крышкой 2. С помощью бобышки 3 приваренные к днищу котел закреплен на горизонтально расположенном валу 8. Привод котла состоит из электродвигателя 7, редуктора 5, цепной передачи 4, привод и котел установлены на станине 6. Пряники и глазурь загружают в котел, крышку плотно закрывают и закрепляют при помощи винтовых запоров. Включают электродвигатель. По окончании глазирования электродвигатель выключают, котел устанавливают крышкой вниз, крышку открывают и готовые изделия выгружают в подставленную тару. Вместимость котла 75 литров, частота вращения 28 оборотов в минуту. Тиражный аппарат непрерывного действия состоит из горизонтального барабана 1, станины 5 и привода. Барабан 1 снабжен двумя бандажами 2, которыми опирается на 4 ролика 4. Одна пара роликов приводится в движение от электродвигателя 9, редуктора 7, соединенного с электродвигателем муфтой 8 и цепной передачей 6. От роликов 4 вращения передается барабану 1, в который непрерывно поступают пряники из сахарный сироп. Внутри барабана закреплена ленточная спираль 3. При вращении барабана пряники пересыпаются и продвигаясь вдоль барабана при помощи ленточной спирали глазируются. Производительность аппарата 1 тонна в час, частота вращения барабана 10 оборотов в минуту. Расчет подобных барабанов уже есть на канале. Вы можете посмотреть его, перейдя по ссылке в описании. Вы посмотрели видео, посвященное машиноаппаратурной схеме линии производства печатных пряников. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, уведомление, а в нем все уведомления. И вы будете получать уведомления о новых видео. Поделитесь этим видео в социальных сетях. А если вы студент, отправьте это видео в группу вашего факультета или университета. Пусть ваши одногруппники, однокурсники, используя это видео, хорошо сдадут сессию. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.